Выключаем сетку. Перейдем в настройки слайда. Установим продолжительность слайда 3 секунды. Выберем изображение для фона. Вставим логотип в формате PNG с прозрачным каналом. Активируем опцию «Постоянный элемент». Он будет показан на всех слайдах. Установим информер пробки. Изменим адрес на свой. Определим масштаб карты. Дублируем слайд. Изменим масштаб карты. Заменим фоновое изображение. Повторяем предыдущие действия. Опция дублирования позволяет избежать повторения всех настроек слайда. Меняйте только необходимые параметры. Откроем общие настройки слайд-шоу. Развернем список доступных радиостанций. Выберем подходящую и настроим громкость. Теперь слайд-шоу будет показано под музыку. Поменяем тип карты. Добавим декоративный элемент с прозрачным фоном. Слои с изображениями находятся друг под другом. С помощью селектора «Глубина» можно менять положение слоев. Перейдем к предварительному просмотру. Четыре слайда с разными фоновыми изображениями и разными масштабами карт будут повторяться циклично. В качестве источника можно взять онлайн видео. Например, новости или музыкальный поток. Можно подключать не только отдельные ролики, но и плейлисты. Если скопировать адрес канала YouTube, проигрывание начнется с последнего ролика, добавленного на канал. Кнопки влево-вправо на пульте управления телевизором пролистывают слайды, а вверх-вниз ролики плейлиста или канала. Выберем видео. Меняем адрес YouTube. Увеличим до размеров экрана. Включаем постоянный элемент. Выбираем под всеми. Выберем HTML. Нажмем кнопку «Информеры». В новой вкладке открылась страница с библиотекой информеров. Выберем и настроим часы. Все настройки интуитивно понятны. Результат изменений отобразится после формирования кода информера. Копируем код. Вставим код в соответствующее поле. Поменяем фон часов на прозрачный. Вернемся на страницу с библиотекой информеров. Выберем и настроим курс валют. Копируем код. Дублируем слайд. Заменим код часов на код курса валют. Перейдем к просмотру. Аналогично добавим информер погоды, календарь или другие пожелания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова